уважаемые коллеги приветствую всех кто сегодня с нами на нашем вебинаре по библиографическим гостам и сегодня мы совершим такой небольшой обзор что что относится к библиографическим гостам из всего вот этого многообразия стандартов почему это важно но опять же напоминаю коллеги у нас цикл идет библиография для небиблиографов поэтому мы ориентируемся на научных руководителей аспирантов магистрантов то есть не специалистов в этой области кто имеет отдаленное или чуть-чуть приближенное отношение к теме библиографии но тем не менее мы с этим каждый день сталкиваемся и не можем обойти стороной ну никак поэтому у нас все просто обзорно так что коллеги профессионалы и специалисты какого-то большого углубления мы здесь делать не будем для нас самое главное сегодня понять что относится что может быть отнесено к понятию библиографические госты и что на самом деле является вот такой полезной составляющей для небиблиографов самые главные госты которые должны быть под рукой как в них разбираться что такое национальные межгосударственные стандарты о боже мой это всегда ужас ужас для научных руководителей для преподавателей а потом для аспирантов магистрантов потому что на любой вопрос связанные со сложностями составление библиографических описаний записей оформления ссылок куда они идут они идут к научному руководителю а тот их посылает куда посылает простите в библиографические госты иди смотри в гости в каком в библиографическом в каком в библиографическом а их много то что подпадает под понятие библиографические госты есть те которые должны быть под рукой в случае вопросов куда метнуться да где посмотреть есть те которым мы можем прибегать от случая к случаю, либо в случае, простите за тавтологию, возникновения каких-то сложных ситуаций, которые скорее будут под рукой у библиотекаря, у каталогизатора, у библиографа, может быть, у редакторов в издательстве, но не у преподавателя или магистранта и аспиранта. Но знать о их существовании надо. Вот поэтому мы сегодня такие три вопроса и разберем. То есть самое главное, что должно быть у всех, и какие еще ГОСТы могут быть полезны. Конечно, все охватить, всю систему СИБИД мы просто не в состоянии за то время, которое у нас есть. Это понятно. Но хотя бы сделать первый шаг для того, чтобы понять и начать разбираться, и чтобы это было не страшно, ну попробуем сегодня сделать. Вот буквально недавно у меня такой случай был, когда, что касается библиографических ГОСТов, когда преподавателям дали срочно-срочно задание, ну как всегда у нас бывает поза-поза вчера, сделать списки своих научных публикаций быстро-быстро, там за 10 минут, и оформить их в соответствии с ГОСТом. С каким? Ну, конечно, кто во что гораст. Кто библиографическая запись описания 2003 года, кто по 18-му, если дел, пытался что-то сделать, а кто-то, не мудрство и лукаво, просто взял и, ну в Киберленинке мои же статьи выложены, ну и оттуда, а там же 2008-й, ну и получилась большая каша. И было большое удивление, что оказалось, что у нас не один ГОСТ. Нет, друзья мои, не один, потому что все зависит от того, что мы делаем, список литературы или оформляем ссылки. И понимание, чего, откуда брать и какие ГОСТы могут нам быть полезны, еще важно для составления методических рекомендаций, потому что вот это вот, ну, на мой взгляд, это не очень правильно, когда мы посылаем преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов, идите, смотрите в ГОСТах, специалисты. Вот сами мы всегда понимаем с первого захода, что написано в ГОСТе, как это применить. А что говорить о студентах, которые первый раз в жизни пишут курсовую. Да он как откроет ГОСТ, он умрет от ужаса. Да, хотя бы язык, которым он написан. Значит, должны быть хорошие методические рекомендации, кусочки. Ну, понятно, что методичка, она про все, и как искать литературу, и как оформлять, и про оформление текстов, и про картинки. Вот она дополнительная часть, оформительская. Здесь только про оформительскую часть говорим. Разных письменных работ, и студентов, и публикаций. И публикаций тех же преподавателей. Наша стезя, вот, наша епархия здесь. Список источников и ссылки. Вот про это мы сегодня будем говорить, но остальное краешком чуть-чуть, может быть, упомянем. Про вот эти ГОСТы у нас были в прошлом и в позапрошлом году вебинары. Можно найти там тоже ГОСТы для методических рекомендаций. Понятно, что в методичку включается много чего. Нас интересует вот эта часть. Это может быть отдельным методическим пособием или дополнением к общей методичке. Ну, вот какие-то вопросы, которые касаются оформления списков источников и ссылок, они должны быть хорошо разобраны. И, естественно, в этом случае уже знакомство с ГОСТами и их использование, оно ложится на плечи разработчиков этих самых методических рекомендаций. Коими чаще всего выступают либо библиотекари вузовской библиотеке учебного заведения, либо те же преподаватели. Ну, лучший вариант, конечно, когда идет совместная работа, потому что преподаватели и научные руководители, лучше их никто не знает те трудности, с которыми сталкиваются их подопечные, да и они сами. А лучший библиотекарь или библиограф образовательной организации никто не сможет объяснить, пояснить и описать эти случаи. Ну, фонд, так сказать, выполненных библиографических справок в этом случае под спорь был бы. Ну, вот такая история. То есть, хорошо, поэтому сегодня мы посмотрим то, что может быть использовано при разработке методических рекомендаций, ну, и те ГОСТы, которые должны быть под рукой, когда мы оформляем списки источников и ссылки, и не библиографы хотя бы должны понимать, что к чему относится и что где посмотреть. Итак, список, вот такой вот небольшой меню из ГОСТов, самое-самое основное, чтобы сильно не пугать. Список источников. Это библиографический ресурс. Список, потом я вам покажу ГОСТ, есть у нас ГОСТ, где про это тоже написано, что это относится список источников к библиографическим ресурсам и чем есть отличие от ссылок, списка ссылок. Это два совершенно разных, две совершенно разные вещи. Для оформления списков источников. ГОСТ, библиографическая запись, библиографическое описание. Я пишу сокращенно, просто аббревиатуру ГОСТа, и здесь, чтобы были первые слова, чтобы можно было найти, посмотреть и завести себе этот ГОСТ. 2018 года. Новый ГОСТ, который уже не первый год у нас введен в действие, но до сих пор иногда еще в методических рекомендациях попадаются рекомендации по старому ГОСТу. На территории России он уже не действует, но он не утратил своего значения, он является действующим для стран СНГ, ближнего зарубежья. Поэтому вроде бы он и не отменен, и вроде бы запрета такого прямо категорического, что нет, вы не имеете права его использовать, но не накажут вас за это, в тюрьму не посадят. Хотя в 40-е годы за нарушение ГОСТов не следование им была уголовная ответственность. До 8 лет, по-моему, можно было. А потом ГОСТы перешли уже в разряд рекомендательных. То есть любой ГОСТ сейчас, вот с 2011 года, 2011, они носят некий рекомендательный характер. То есть такое добровольно-принудительное применение. Поэтому, если вы остались на Старом ГОСТе, то уволить вас за это точно не уволят. Но смотрите, какая история. Если вы находитесь на территории Российской Федерации и свои методические рекомендации для своих студентов, аспирантов, магистрантов делаете по Старому ГОСТу, смотрите, что происходит. Вы вроде бы упрощаем работу, да? Ну зачем? Ну вы всегда делали по Старому, давайте по Старому делать. Кому? Себе. Получается. Ничего переделывать не надо. А что происходит там, в полях? Каталоги, электронные каталоги, ручные наши традиционные библиотечные системы, книгоиздатели, они уже переходят на Новый год. Перешли. Они-то дают описание по Новому ГОСТу. А у нас методичка еще по Старому. То есть вы добавляете второй ГОСТ, который должен знать мало ему одного, давайте еще второй добавим. Тот же магистрант или аспирант. И вместо того, чтобы взять понятную рекомендацию, вот делай так, 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 ему надо еще соотнести, что в этом описание, которое он увидел в библиотечной каталоге, не так его переделать под то старое, которое осталось у него в методичке. Вопрос, зачем? Нет, ну если это какое-то направление подготовки, связанное с библиографией, может здесь есть смысл проанализировать два ГОСТа и на основе. А если нет, а тогда зачем? Пусть они хотя бы, хотя бы новый, тот, который действует, будут знать и его использовать, раз везде им пользуются. Может легче один раз методичку переписать и облегчить участь тем, кому с ней работать. То же самое с электронными ресурсами. Новый ГОСТ у нас появился, вот он, библиографические ссылки на электронные документы 22 года. И устарел ГОСТ по электронным ресурсам 2001 года. Он уже не действует, если этот еще действующий для страны СНГ, этот уже нет. И вместо него мы смотрим в новом ГОСТе библиографическая запись описания. И вот этот ГОСТ, он не по описаниям, он по ссылкам. Библиографические ссылки на электронные документы, там еще есть продолжение, размещенное в информационно-телекоммуникационных сетях. Проще говоря, сетевого распространения. И хотя он про ссылки, но там есть некоторые моменты, которые можно утащить в описании. Они более корректно, что ли, подают информацию, чем это отражено в ГОСТе 2018 года. Например, область физической характеристики, объем самого документа или фрагмент для видеозаписи. Вот в ГОСТе 2022 года там более понятно написано, и вот этот элемент можно, например, взять. Опять же, отразить в своей методической рекомендации и сделать так. Почему нет? А почему нет? Ну вот так вот мы будем записывать. И, коллеги, поздравляю, у нас появился еще новый ГОСТ по заголовку библиографической записи. Самый-самый свеженький. Я думаю, в декабре, наверное, мы его более подробно разберем. Вебинар все-таки, наверное, проведем, если нужно. Зажигайте огонек, ставьте плюсик, если нужно. Мы это сделаем. По заголовку введен в действие с 1 августа этого года. Но пока методических рекомендаций не знаю, были ли они, существуют ли по применению этого ГОСТа, пока на сайте РГБ я, например, его не видела в разделе профессионалов. Обычно там выкладывается, если коллеги знаете что-то на эту тему или видели такие записи, напишите, пожалуйста, в чат или там ссылочкой поделитесь, или в группу ВКонтакте можно, потому что это вопрос действительно важный. Ну а так самостоятельно попробуем в декабре с этим разобраться. Вот основной набор основных ГОСТов, которые могут быть полезны всем. Для составления списка источников библиографическая запись заголовок и чуть-чуть смотрим по вот отсюда, если какие-то электронные ресурсы, которых нет вот здесь, и по ссылкам. Библиографическая ссылка ГОСТ пока остается у нас тот же самый 2008 года. Заголовок и библиографические ссылки на электронные документы. Ну смотрите, вот этот новый ГОСТ, он только-только-только вот вводится, еще по 2018 году у нас не везде, не все, да, мы его сколько внедряем и внедряем в нашу небиблиографическую практику. То же самое, наверное, будет происходить с заголовком, поэтому если сейчас сголовки оформлены по 2000-му, ну здесь просто смотрите, да, соотносить с новым, ну, наверное, сильно менять пока не надо. Потихонечку мы это заменим. Прям вот в один день раз, и все сголовки поменять. Наверное, так не стоит делать. Вот это вот самое основное, что должно быть под рукой у небиблиографа. Как разобраться в этих ГОСТах? Есть две категории. То, с чем мы сталкиваемся, и только что мы с вами тоже об этом смотрели. Есть межгосударственные и есть национальные стандарты. Межгосударственные стандарты действуют на территории Российской Федерации, в странах СНГ, там, где у него статус действующий, и они продолжают действовать, если у него статус действующий на территории стран СНГ, если взамен ему, его статус изменен на территории Российской Федерации. Либо вместо этого ГОСТа введен в действие ГОСТ национальный, который действует на территории России, и оба могут быть действующими, вот как с библиографической записью и описанием, и тогда получается, что старые действуют в странах ближнего зарубежья, входящих в состав СНГ, но не на территории России, а для Российской Федерации действует вот этот новый ГОСТ. Ну и дальше нужно смотреть по статусу. У меня же государственный стандарт тоже может быть отменен, может быть заменен, надо смотреть его статус, и если заменен, то на что, чем его заменить в наших методичках. Или куда смотреть, потому что, например, ГОСТ по ссылкам, он часто ссылается на ГОСТ в библиографическое описание 7.1, а он на территории России уже не действует, у нас уже новый ГОСТ. Значит, мы это должны иметь в виду, либо в своей методичке, либо в каких-то шпаргалках, пояснениях для тех же магистрантов, аспирантов и студентов, либо сами они должны это сделать, но лучше, если пояснения будут. Что вместо вот этого смотрим вот сюда. Понятно, что в ГОСТе по библиографической ссылке будет стоять старая отсылка, мы должны тогда поменять у себя в рекомендациях, сделать пояснение, куда все-таки нужно смотреть, потому что иначе ссылки будут неправильно оформлять. В чем различие, как отличить национальный от межгосударственный? Очень просто все дело в буковке R. Вот эта часть называется индекс у каждого ГОСТа. Вот она аббревиатура, они обычно вот так записываются, и когда дают отсылки, пишут обычно без года. Там ГОСТ 7.1, СМЭ, там ГОСТ 7.0.100, СМЭ, вот какой. Вот, вот. Для нас самое главное смотреть на индекс, смотреть на год утверждения, вот оно. Вот эти индикаторы, определяющие разные классы, подклассы, мы брать не будем, нам этого в принципе большого значения не имеет, для того, чтобы понять, каким ГОСТом пользоваться. Для нас главное, есть буковка R или нет, год утверждения, и смотрим циферку 7. Вот циферка 7 показывает, что это один из стандартов межотраслевой системы СИБИД. Стандарты по издательской, библиотечной деятельности, вот они обозначаются. И в названии ГОСТов вы это видите, слово там присутствует, система СИБИД, в расшифровке, в сокращенном виде. Ее циферка 7. И вот во всех ГОСТах, которые относятся к разряду библиографических, книгоиздательских, библиотечных, вот у них, у всех будет видеть вот эта циферка 7. Вот по ней можно ориентироваться. Это относится к СИБИД или нет? Это относится к библиографическому, условно говоря, ГОСТу или нет? Ну вот такое, в двух словах, самое простое различие. Как определить, где какой ГОСТ? Ну и естественно, если введен в действие национальный стандарт, то, конечно, мы будем придерживаться его, особенно если он уже в статусе действующего, межгосударственный на ту же тему, может быть, с тем же названием, но нет буковки Р, и статус заменен, отменен, либо прекратил свое действие на территории Российской Федерации, конечно, вместо него мы будем использовать уже национальные стандарты. Вопрос, где эти стандарты посмотреть? Первое. Это будет для профессионалов, но и другим тоже будет полезно. Сейчас я вам покажу. Ну, профессионалы знают, конечно же, библиотекари этот раздел. Ну, напишу, не все с ним знакомы. Вот эта вот ссылочка. Это сайт РГБ, раздел Российской Государственной Библиотеки, раздел профессионалов, деятельность по стандартизации. И вот там приведен перечень актуальных ГОСТов и проектов по стандартизации. Конечно, нас интересуют не столько проекты, сколько нас интересуют актуальные ГОСТы. И вот давайте я вам сейчас покажу, как это выглядит, чтобы вы потом могли спокойно найти по ссылке. Ссылку пока забирайте. И, коллеги, на огонек нажмите, пожалуйста, видно ли то, что сейчас на экране у нас должно быть. Ага, спасибо. Так, вижу у нас кто-то. Кто-то поднимает руку, хочет что-то у нас спросить. Коллеги, кто поднимал руку, если есть вопрос, лучше в чат пишите или во вкладочку «Вопросы». В общем чате я могу, может, убежать, я могу просто не увидеть. Хорошо, во вкладочку «Вопросы» тогда пишите. Видела во вкладке «Вопросы» вопрос про презентацию. Коллеги, презентацию я выложу на сайт и дам вам ссылку. Чуть попозже после вебинара в нашей группе «Библиография для небиблиографов» я ссылочку размещу. И в группе «Директ Академия» в комментарии к анонсу тоже ее размещу. Можно будет заходить, смотреть там вот эту презентацию я вам выложу основную. И ссылки, вот эти полезные, которые сейчас мы смотрим, я понимаю, что не у всех есть возможность, например, скопировать из чата. Я их тоже вам туда повторю, поэтому не переживайте. Все можно будет посмотреть. Вот он раздел. Вот он вот так выглядит. Деятельность по стандартизации. Во-первых, новости в области стандартизации можно посмотреть. Программа. И самое главное, вот то, что по нашей тематике. Актуальные национальные стандарты по направлению библиотечное дело. С 2014 по 2022 год. И вот оно пошло. Статистика, библиотечный фонд, технология формирования, электронные документы, основные виды выходных, сведения, технологические характеристики, электронные библиотеки и основные виды. Стандартный идентификатор, это уже для библиотек. Криво для нас, коллеги, кстати, очень полезный ГОСТ. Реферат и аннотация. Общие требования. Вот беда сейчас, просто беда-беда. Не умеем писать аннотации. Ну, про реферат я уже молчу. Про аннотации хотя бы. Я это слышу от издательских сотрудников, работников. Начальник отдела каталогизации, начальник редакторского отдела сетует на то, что приходят новые редакторы, которые не умеют писать аннотации. Потому что не знают ГОСТа. А все вопросы, которые должны быть отражены в аннотациях, разных видов, они в этом ГОСТе присутствуют. Там небольшой раздел про аннотации, но есть очень много примеров. В приложении прям разные виды аннотаций, они присутствуют. Можно посмотреть, плюс вопросы, и я понимаю, опять же, почему они этого не делают. Это очень сложно, вот освоить этот ГОСТ. Конечно, было бы удобнее, если бы это была какая-то методичка, а еще лучше какая-то автоматизированная, штуковина, простите, говоря совсем простым языком. Вот зашел, выбрал нужный вид аннотации, а он тебе раз вопросы, на которые писать уже сам. Сам или с помощью Милчата Джип Петти, это другой вопрос, потом все равно это все перепроверять будешь, чтобы он тебе там не написал лишних сведений о жизни, автора которых не существовало. Написал, нажал кнопочку, хоп, готовая аннотация. Здорово, правда? Ну вот, а пока нет. Ну вот сейчас думаем над этим вопросом, не сделайте ли такую штуку для несчастного руководителя этих самых редакторов новых, у которых вот возник, даже в издательствах возникает такая проблема. Что говорить о магистрантах, которому нужно составить аннотированный список источников, список публикаций? Как делать? Вот, обратите внимание на этот ГОСТ. Здесь гиперссылки активные. Так, полный текст ГОСТов даже есть. Вот он, да, можно посмотреть. Вот он выложен. Ну, естественно, это собственность. Поэтому водяные знаки будут стоять. Но, тем не менее, мы можем посмотреть, мы можем познакомиться с текстами. И вот информация об этом ГОСТе здесь представлена. Вот такой хороший ресурс, такая небольшая гостотека, причем отобранная уже по библиотечному делу. Вот он, полезный ГОСТ. Еще какой ГОСТ нам может быть. Кстати, про рефераты здесь очень много написано. Гораздо больше, чем по аннотациям. Тоже по разным видам. И разница между рефератом и аннотацией, она тоже присутствует. Поэтому обратите внимание. Наша любимая библиографическая запись описания общей требования. Обслуживание, профиль комплектования научных библиотек. Вот оно все. Книжные памятники, услуги, библиотечные информационные. Вот. Вот. 7.06.2020 год. Издание. Основные виды, термины и определения. Тоже полезный ГОСТ. Не только для профессионалов. Для профессионалов само собой. Для библиотекарей, для библиографов. Да, но иметь в виду и ссылочку держать под рукой нужно тем же маестрантам, аспирантам, научным руководителям. Зачем? Иногда мы сталкиваемся с каким-то источником, который непонятно как составляет библиографическое описание. Вроде журнал, а не журнал. То ли это сборник трудов, как продолжающийся, а то ли нет. Подпадишь ты. А как здесь делать описание? Ведь первый шаг, который мы делаем, мы определяем, что за источник у нас в руках. А потом мы уже смотрим. В ГОСТе библиографическое описание. Это одночасный или многочасный ресурс? Хотя бы вот так на первых порах мы это должны уметь делать. Это отдельная книжка или это книжка в составе многотомника. Разные описания будут. Я вам сейчас это покажу. Покажу, как это есть. И где этот ГОСТ может, например, пригодиться. И от этого будет зависеть, куда мы пойдем в ГОСТе и где мы будем искать нужную информацию. Потому что иначе мы можем сделать неправильное описание. А это приведет к тому, что другие не смогут найти этот источник. А это и вам может сослужить недобрую службу. Рецензент или научный руководитель, пользуясь вашим описанием, попытался найти, а его нет. Кто виноват? Вот так вот. Поэтому сюда тоже иногда имеет смысл позаглядывать. Вот. 7.076.22. Еще один полезный ресурс. Коллеги, обращаю ваше внимание. Очень хорошая там хотя бы одна фраза, но присутствует. Библиографирование, библиографические ресурсы, термины и определения. Именно в этом ГОСТе содержится определение, что оказывается, наш список литературы, который мы размещаем в конце курсовой работы, магистрской ВКР, диссертационного исследования. помните, мы говорили, это не ссылки, это отдельный элемент, который относится к области библиографии, это библиографический ресурс. вот в этом ГОСТе это прописано. Поэтому и оформляется он по ГОСТу, библиографическая запись и описание, а не по ГОСТу ссылки. Потому что это считается отдельным библиографическим ресурсом, который просто существует в нашей работе, в конце нашей работы. И вот в этом плане он близко к библиографическим указателям. Только те издаются отдельной книжкой, брошюрой. А это вот тут, внутри текста. Но он относится к разряду библиографических ресурсов, таких же, как каталоги, картотеки, библиографические указатели, обзор литературы и прочее. Разновидность. Вот это где? Вот в этом ГОСТе. Вот в этом ГОСТе. Мы это можем найти. И вот тогда на вопрос, почему не по ссылкам, вы можете эту строчку вставить в свои методические рекомендации или найти объяснение, почему. По деятельности библиотечная информационная, библиотечный фонд, термин определения. Вот проекты национальных ГОСТов. Вот коллегам, кто относится у нас к библиотечной деятельности, коллеги, вот это для вас. Библиотечное информационное обслуживание, термины определения. Можно уже здесь посмотреть редакцию. И посмотрите, про заголовок здесь пока ничего нет. Про то, что у нас, ну это библиотечный день, библиотечное дело, понятно, не библиография. Но про заголовок здесь ничего пока нет. И вот здесь в конце есть методические рекомендации. Видите, по внедрению ГОСТа библиографической записи описания есть, по новому ГОСТу пока еще ничего нет. Но я надеюсь, что появится в скором будущем. И мы тоже сможем посмотреть, как заголовками нам обходиться, что там нового ГОСТа есть. Вот вам, пожалуйста, один из полезных ресурсов. Можно пользоваться, можно смотреть и периодически к нему обращаться. Где посмотреть статус ГОСТов? Как проверить статус ГОСТа? Действует, не действует? Может быть, он уже давно прекратил свое действие. Нам надо поправить в своих пояснениях. Если самостоятельно производим розыск, понять им пользоваться или нет. Есть сайт. Сайт Росстандарта. И можно... Это не полнотекстовый. Полнотекстовый доступ он к стандартам не дает. Он просто показывает информацию о стандарте. Да, такой указатель. Библиографический указатель стандарта. Получается так. Полнотекстового доступа здесь нет. Устроен он очень просто. Ссылочку я вам в чат тоже разместила. На сайте раздел Стандарты и регламенты. И вот почему мы с вами разбирались. Где межгосударственные, где национальные стандарты. Он устроен таким хитрым образом. Они отделены. Межгосударственные отдельно, национальные стандарты, каталог отдельный. Поэтому помним про буковку «Р». Если буковки «Р» в аббревиатуре «ГОСТа», вот в этом обозначении, в индексе, вот здесь нет, «ГОСТ» и сразу номер, мы идем в межгосударственные стандарты. Если есть буковка «Р», это национальный стандарт. Мы идем уже вот в этот каталог. И дальше вводим либо то, что у нас в заголовок ГОСТа идет, его индекс, номер, год, все как написано в самом ГОСТе, и находим. И вот мы ввели на номер ГОСТа, его обозначение, и вот он нам выдал. Вот он. Пожалуйста. И дальше мы можем кликнуть, открыть и посмотреть информацию об этом ГОСТе, когда ведем действие, его статус, ну и дополнительную информацию о нем. Если нам нужно перейти и посмотреть межгосударственные стандарты, вот отсюда, в правое меню, в менюшке мы можем выбрать нужный пункт, и переходим уже в каталог межгосударственных стандартов. В принципе, структура легко осваиваемая, но с поиском что-то идет не так, по крайней мере у меня. Например, мы ввели ГОСТ, мы его нашли, мы посмотрели, нам нужен следующий ГОСТ, мы возвращаемся сюда, вводим, он его не ищет и пишет, что ничего не найдено. Но как только возвращаешься в общий поисковик, вот в самое начало, и опять заново приходится вводить. Ну, это очень неудобно, это, честно говоря, очень неудобно. Не знаю, может быть, это у меня что-то с компьютером, просто попробуйте поискать в нем. Может быть, у вас будет более корректно работать. У меня вот, например, нашла ГОСТ, открыла его, посмотрела, и обратно возвращаешься назад, есть стрелочка назад, он скидывает вообще все, вот этот ГОСТ, и то запросы из поисковой строки, он сбрасывает вообще все, и нужно искать заново. Ну, вот как-то не очень, может быть, это временные трудности. Но, в принципе, штука очень удобная. Во-первых, это официальный сайт Росстандарта, и информация там обновляется оперативно. Хотя не очень удобно, если нам нужно найти, например, все ГОСТы системы Сибит, вообще посмотреть. Удобно то, что... Ну, в принципе, здесь мы тоже это можем сделать, но они будут отделены национальные и межгосударственные. Видите, здесь не получится общей системы. А нас, например, если интересуют и те, и другие, вот единого каталога такого нет. Нам приходится сначала в одном поискать, потом нужно будет в другом поискать. И только тогда мы можем их найти. Спасибо, Сергей, вы меня утешили. Значит, не буду грешить на компьютер. Да, не очень удобный поиск, но потихонечку, помаленечку, если отдельные несколько стандартов, то вполне можно найти. Но самое главное, что это все-таки вещь официальная, и, я так понимаю, у них обновления проходят оперативно. Вот, еще один сайт. Уже более удобный, если нам нужно посмотреть сразу все, в нашу методичку, например, или в наши рекомендации, внести правки, какие из ГОСТов действуют, какие нет, вот чтобы по одному не вводить, не открывать, потому что там мы, даже если по всей системе Сибит, выборку сделали, открыли один ГОСТ, вернулись назад, а он нам все скинул, и опять все заново. Не очень удобно. А вот этот сайтик рекомендуем. Вот если общим списком и сразу увидеть, вот здесь это гораздо лучше видно. Это сайт Российского института стандартизации. Вот я вам прям, там неудобно заход с главной страницы. Вот это у них неудобно. Пока найдешь вот этот поисковик, это надо приложить усилие и интуицию задействовать. Не сразу находится, можно вылететь, например, на заказ ГОСТов, на прайс-лист. Нам-то это не надо. Поэтому я вам сразу ссылку даю на систему Сибит. Вот на эту. Сейчас я вам тоже покажу. Коллеги, надеюсь, что видно. Вот на эту страничку я вам сразу даю ссылку. Что я ищу? Сюда вводим. Я вела просто Сибит, система стандартов по информации библиотечному издательскому делу. Вот просто скопировала вот эту вот строчку. Вот здесь не дает копировать из файла просто. И ввела. Или просто даже слово Сибит вводишь. Искать. Совершенно простой поисковик. И вот он мне выдает все ГОСТы, которые входят в эту систему. Вот их тут много-много. Страниц 9, 171 документ. Здорово, да? Но пугаться не надо. Видите, здесь чем удобно, мы сразу по номеру можем увидеть, пролистать, кто, кто, вот оно все-все-все. Кто заменен, кто утратил силу в РФ. Вот видите, если идет утратил силу в РФ, значит, в странах СНГ он действует. Вот он наш, 7.1.2003. А на территории Российской Федерации нет. Давайте откроем, посмотрим. Вот он. Вот он, вот он. До какого срока он действовал? Вот он. Вот так выглядит информация об этом ГОСТе. Дата введения в действие, статус, и вот вся информация о нем. Есть даже, вот аннотация, область применения. Прямо здесь можно посмотреть по всем ГОСТам, что это. Какие ГОСТы он заменял, вместо чего он уводился, нормативные ссылки. Видите, тут прям вся информация по этому стандарту присутствует. И вот самая главная рекомендация, чем пользоваться. Он утратил силу на территории Российской Федерации. Чем? А кто вместо него? Вот. Если есть ГОСТ, который его заменяет, смотрите, здесь пишется на территории РФ пользоваться вот этим ГОСТом. Если он отменен без замены, здесь будет написано, что отменен без замены. Значит, мы будем искать что-то другое. Вот. Вот вся информация. Классная вещь. Давайте попробуем вернуться назад. Я это, правда, отсюда не пробовала. Смотрите, осталось. Ура! У нас остался наш Сибит. Он остался. Вот здесь поиск гораздо более удобен в плане вот такого быстрого просмотра и работы с большим массивом ГОСТов. Вот поэтому эту ссылочку забирайте. Я вам сразу... Она очень большая, длинная, но она ведет сразу вот на эту страничку. Потому что с головной страницы там не очень действительно... Вот это не очень удобно устроено. Вот два ресурса, которые могут помочь нам с вами определить статус ГОСТа, быстро проверить, что оставляем в методичке, а что нужно поменять. Ну и, соответственно, внести эти изменения. Это что касается работы по поиску, выбору и уточнению. Еще несколько важных пунктов, которые важно помнить для работы с ГОСТами. Нам важно знать определение понятий, терминологии, основных понятий, которые необходимы для того, чтобы в этом ГОСТе не заблудиться. Например, одночасный, многочасный ресурс, одноуровневое, многоуровневое описание. На них строится весь ГОСТ 2018, библиографическая записи и описание. Если мы не понимаем, что это такое, для нас это китайская грамота, то нам сложно будет в нем ориентироваться, если возникают какие-то вопросы. Но в то же время понятие в новом ГОСТе по библиографическому заголовку, когда идет объяснение, применение того или иного пункта, расшифровка этого пункта, раскрытие, там используется термин «Если в качестве точки доступа используется», вопрос, студенту это надо знать, если это используется, какие точки доступа, вот ему это надо, наверное, мы в методичке по-другому напишем. Вариант можно так, можно это. Если увидели так, то либо выбрать один какой-то вариант и описать его, ну сказать, что в каталогах это может встретиться, такой, такой и такой вариант. Сделай вот так. Это ты можешь увидеть, а мы делаем вот так. Простыми словами. Нужно ему разбираться в авторитетных записях, в координатном индексировании, в точках доступа. Я боюсь, что нет. Наверное, нет. Поэтому какие-то чувства мира должно быть и понимание, для кого мы вот эти пояснения делаем. Самые простые слова, самые простые определения, самые простые термины. Что, чем назвать? Вот без одноуровневого, многоуровневого описания одночасного, многочасного ресурса будет сложновато. Но это не так страшно. Опять же, наизыжение кто-нибудь заставляет учить. Просто понять, что к чему относится и как это с ГОСТом связано. Структура ГОСТов. Структура ГОСТов может быть разная. Опять же, что где находится, что где смотреть, в каком разделе. Такой краткий ГОСТ-навигатор. Это очень хорошее подспорье для небиблиографов. Структура библиографического описания. Хотя бы основы. Что есть области, есть элементы. И вот они идут в такой последовательности, и ни в коем случае мы их не меняем. А вот количество их может быть разное в разных описаниях. Но они идут один за другим, и место их строго зафиксировано. Они не бегают туда-сюда. Ну, если только не разные виды источников. Где-то они могут и убежать. И самое главное, источник, с которым работаем. Вот это все имеет смысл, если мы понимаем, что у нас в руках. Титульный лист, оборот, содержание, текст, составная часть ресурса. И самые основные ГОСТы. Вкратце по ним вспомню. ГОС 2018. Вместо 2003. Библиографическая запись. Описание на территории Российской Федерации. Вот дата отмены, дата введения. Информация по этим двум ГОСТам. Кто вместо кого, не залезая на сайт Институт стандартизации Росстандарта, вот она информация вам здесь. Каким приказом, о прекращении и так далее. Для общего сведения. Опять же, вспоминаем, по ГОСТу 2018 у нас много было и вебинаров, и мы с вами проходили, разбирали. Поэтому просто вспомним. Статус национального стандарта. Добавлены новые термины. Что касается электронных ресурсов, мультимедийных ресурсов, вот эти новые виды ресурсов, они здесь тоже у нас появились. Изменения в области библиографического описания. Структура, состав, порядок, следователь. Тоже помню. Общее обозначение материала. у нас стало девятой областью и переместилось в конец. Помните наш текст? Двоеточие непосредственный. Текст, двоеточие электроны, которые мы чаще всего пишем. А раньше мы писали просто электронный ресурс или текст. Вот. Там еще ряд изменений есть. Для примера, хотя бы изменился состав и порядок следований. Взята тенденция на минимизацию сокращений. Сокращения допускаются, но не везде. Например, место издания не сокращаем. А вот второе, изд, доп, перераб, испорч, напрочь, мы можем писать сокращение. В самом ГОСТе смотрим в тех же примерах. И добавлены электронные ресурсы. Вот электронные ресурсы это то, что в новом ГОСТе взамен утратившего силу ГОСТа 2001, где и так ничего не было по сетевому распространению практически, в новом ГОСТе уже появилось. Вот до них мы можем ориентироваться. Вот основное, что у нас есть. Структура нашего ГОСТа. Первые три раздела, они во всех ГОСТах идут одинаковые. Там область применения, терминология, нормативные ссылки, поэтому мы их опускаем. А вот дальше общее положение, важный раздел, это вообще. Правила вообще. А вот дальше, смотрите, у нас идет разделение. Одноуровневое и многоуровневое библиографическое описание и описание составной части ресурса. То есть мы должны знать, одноуровневое описание, что это такое. Это для одночастных документов. А что это такое? Многоуровневое, для многочастных документов. А что это за документы? Вот мы их знаем, ресурсы. И составная часть ресурса, что это такое? Вот три основных термина, которые не библиограф должен понимать. Не выучить наизусть, ни в коем случае, а понимать. Применительно к практике. Самая большая ошибка, которую мы совершаем, не библиографы, с чего начинается работа с ГОСТом. Куда мы в первую очередь глаз кидаем? Вот туда, в конец, где образцы. Посмотреть, как там, а вот здесь все написано. Вот я посмотрю, как сделано здесь и сделаю у себя точно так же. без понимания, что это такое, сделать будет тоже достаточно сложно. Можно запутаться и сделать не то. Здесь на один сборник приведено, а у вас совершенно другой сборник. Здесь на одночасный ресурс, а у вас сборник выходит в выпуск. То есть он относится уже к многочастному. Надо смотреть уже. Совершенно по-другому. Вот они разные. Здесь, видите, выпуск четвертый, здесь выпуска нет. Они относятся один к многочастному, другой к одночасному. И, соответственно, мы в ГОСТе будем смотреть разные разделы, с них начинать розыски. Поэтому алгоритм работы, с чего начинается работа с ГОСТом. Определить, что у нас в руках. Во-первых, целиком или составная часть. И если целиком, то какой? Один или семейство. Второе. Вот мы на втором шаге это делаем. И многочастный может быть. Монографический, сериальный, продолжающийся, периодический, сериальный, монографический, серийный. Что это такое? Вот какой у нас это? Вот это. Это какой ресурс? Это продолжающийся или периодический? Как только мы определили, что это такое, мы понимаем, к какому разделу ГОСТа нам обращаться в первую очередь. Находим нужный раздел в самом ГОСТе. Структура у нас уже есть. При необходимости смотрим другие разделы, куда идут отсылки из пунктов, которые мы нашли в нашем разделе. И при необходимости обращаемся к этим ГОСТам. Если мы чувствуем, что нужно посмотреть, мы туда идем и смотрим. Ну и опять же обращаем внимание на статус ГОСТов. Если мы ищем это самостоятельно, проверяем сначала, вообще он действует или нет. Потому что здесь может идти отсылка, ГОСТ уже поменялся. Значит, нам надо посмотреть в другом. Либо вносим вправки в методички, если мы их разрабатываем. И вот этот пункт уже потом смотрим образцы описания в ГОСТе. Начинать с этого пункта можно только в том случае, если мы хорошо знакомы с ГОСТами, с библиографическими описаниями, понимаем, о чем идет речь, хотя бы знаем структуру, состав, область, элементы. Вот тогда мы можем... Иногда достаточно нам этого. Просто посмотреть, вспомнить. Что-то я забыл, как делать. Посмотрел, вспомнил, все. Если нет, то здесь это может только сильнее запутать. Что значит отсылки к другим пунктам? Ну вот, например, отсылки внутри самого ГОСТа. Идет пункт 762. Если составная часть, например, наша статья помещена в выпуске или номере сериального ресурса, помните у нас, да? На прошлом слайде был номер какой-то выпуска, то области элемента, относящиеся к идентифицирующему ресурсу. Опять, а что это такое? А это то, что с двумя косыми черточками. Про сам сборник наш пишем. Значит, вот там, за двумя косыми черточками мы делаем описание по пункту 6.3. Почему? А потому что ресурс, который у нас в руках, вот этот, вот он, он сериальный. И значит, мы приводим за двумя косыми черточками вот по этому пункту. И вот мы идем, смотрим, что это за пункт. Вот он. Исключения составляют следующие элементы описания, которые приводят в указанной последовательности. То есть мы пошли туда, посмотрели, как пишется там, потом возвращаемся назад и смотрим, что здесь, какие исключения будут. Немножко порядок поменяется. Вот смотрите, какая целая разыскная операция по одному всего лишь библиографическое описание на выпуск сборника докладов. Что там делать-то? Два варианта. Либо это должно быть объяснено в методичке. Это уже задача разработчиков. Если вы сталкиваетесь вот с таким сборником, если тут есть то-то, 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 то он относится вот к таким, и тогда вы делаете описание и дайте схему. Вот так. Либо, если мы это делаем самостоятельно, у нас такой методички под руками нет, смотрите, что нам приходится. Нам приходится путешествовать по самому ГОСТу. Хорошо, еще здесь нет отсылок к другим ГОСТам внешним, только внутри мы попутешествовали. Посидеть, подумать, что здесь исключение, что правило, посмотреть примеры, которые внутри самого ГОСТа приводятся, потом заглянуть в то, что в конце. Чувствуете, как много времени будет уходить? Если нет хорошей методички, которая нам бы простыми словами это все показала. Вот. Но если мы этого не сделаем, мы сделаем некорректное описание. Его найти потом будет сложно. Будем искать как отдельную книгу, как одночасный ресурс, а ее там нет в той же e-library. А оказывается, он не туда попадает. Например. ГОСТ 2008. Библиографическая ссылка. Важное. Мы помним, что совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографическим списком или указателем. Вот. Помните, мы говорили, где посмотреть про список источников ГОСТ по терминам библиографическим. А вот здесь указывается про список затекстовых ссылок по ГОСТу 2008. В примечании. Там это есть. Тоже полезная вещь. Структура этого ГОСТа, видите, она немножко другая. Первые три раздела те же. Общие положения. Какие типы ссылок, виды существуют, чем они отличаются. Опять же, про одночасные и многочасные ресурсы. Общие термины приводятся и краткий разбор. Общие правила, они приводятся вот везде. Четвертый раздел это общее правило. Что в том ГОСТе, что в этом. А дальше у нас пошло тоже по видам. Внутритекстовая ссылка, подстрочная, затекстовая. Соответственно, если мы, у нас в требованиях написано, что мы оформляем подстрочные библиографические ссылки, мы будем смотреть шестой раздел. Первый, куда мы нырнем? Сюда. А потом уже, если будут отсылки или вопросы, мы посмотрим общее положение. Или затекстовые, что чаще всего сейчас встречается. Мы ныряем сюда, смотрим про затекстовые ссылки, а потом общее положение, общие правила, если это необходимо. Но вот смотрите дальше. А если у нас повторная ссылка, а затекстовая повторная или подстрочная повторная, они собраны в восьмом разделе. И вот в этом разделе они уже будут идти все вместе. внутри текстовая, подсрочная, за текстовая, нужно выбирать. Значит, для работы с этим ГОСТом мы должны знать, какой тип ссылок мы делаем, что от нас требуется, и его смотрим. Феноменальный результат у меня, вернее, пример такой был, когда меня попросили посмотреть правильность оформления, там ссылок в одной статье, не студенческая работа, статья. Человек взял внутри текстовую ссылку, поставил почему-то отсылку как в затекстовой, после нее сначала в круглых скобочках привел ссылку, потом после нее ставится в квадратных скобочках, и на все это еще сделал сноску вниз. То есть все три типа ссылок в одну. Говорю, зачем вам, какую надо делать, а я не знаю. На всякий случай сделал все. Больше я такого пока не видела, но, коллеги, так же, как с ГОСТом по библиографическим описаниям, сначала определяем, что у нас за источник в руках, а потом уже идем в ГОСТ. Так же и здесь. Сначала определяем, какие ссылки нам нужны, а потом идем в ГОСТ искать, иначе вот такая катавасия может получиться. Комплексная библиографическая ссылка. То же самое. По всем дается. Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы. Вот здесь наш ГОСТ 2022 года. Библиографические ссылки на электронные ресурсы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. Вот в 10 раздел. Здесь можно посмотреть, но еще плюс. Вот тот ГОСТ. Тот ГОСТ не отменяет действия вот этого. То есть вот эти все общие положения, как оформляются, где мы используем, там же, не там же указаны указочи, цитпо и так далее, они остаются для повторных, для комплексных ссылок. Единственное, что по составлению ссылок на электронные ресурсы мы смотрим еще плюс вот этот новый ГОСТ, потому что там введены дополнения. Он и вводился с целью дополнить вот этот ГОСТ, потому что вот этой части там не хватало. Поэтому там про ссылки практически ничего не написано. Типа, ну, капитан очевидность, вы все читали этот ГОСТ, вы прекрасно знаете. О чем мы будем вам сто раз одно и тоже рассказывать. А вот мы лучше расскажем про электронные ресурсы. Вот это правильно. Вот он и вводился с целью дополнить, раскрыть и внести новое. Вот поэтому 10 пункт плюс вот тот ГОСТ. Что здесь есть хорошего? Архивные документы. Особенности составления библиографических ссылок на архивные документы. Коллеги, кто работает с архивными документами, обращаю ваше внимание. В новом ГОСТе библиографической записи и описания про архивные документы у нас там ничего отсутствует. Поэтому, зная связь ссылок с библиографическим описанием, если нам необходимо составить библиографическое описание на архивные документы, но у нас нет образцов, поэтому, коллеги, если вы пишете методические рекомендации или работаете в ВУЗе, где есть студенты, факультеты, направления подготовки, где используются архивные документы. Сейчас к библиотекарям обращаюсь. Поспрашивайте у преподавателей, пусть они вам запрос сделаете, пусть они вам напишут, есть ли такие сложности, если у вас это в методичках отсутствует, проверьте, есть ли у них примеры библиографических описаний для методичек курсовых, дипломных, магистрских ВКР, диссертационных исследований. Потому что вот с этой темой осмотреть-то и некуда. Но, зная, как связана структура ссылки и структура библиографического описания, в принципе, мы можем это сделать. Мы это делали, составляли такие вещи. И вот здесь вот эти подсказки, они и есть. Вот это хороший большой плюс. Иван Крабенек пишет, электронные ресурсы могут быть связаны с интернетом, а для этого нужен ГОСТ-10822. Да, я про это и говорю, совершенно верно. Мы и говорим, в основном мы пользуемся сетевого распространения документами. Вот здесь про их старом ГОСТе, про локальные ресурсы, да, было. А вот про сетевого распространения, да еще новые виды ресурсов, практически ничего. Поэтому без 7.0108 нам не обойтись. Вот нам не обойтись. Поэтому даже при составлении библиографических описаний, смотрим 18-й и вот этот, который Иван написал у нас в чат, да, новый ГОСТ 7.010822, нужно смотреть. Ну, примерно так же, как с архивным документом, где-то это может понадобиться. Вот структура, пример, как представлена информация в ГОСТе по ссылкам. Вот повторная библиографическая ссылка, да, здесь про все. И надо понимать, что как только мы открываем про повторную ссылку, вот примеры для внутритекстовой, для подстрочной, для затекстовой, они вот так вот разделены. То есть сначала приводится общее правило, общий пункт, а потом они пошли вот так разделяться в примерах, как это выглядит первично, повторно. Удобно, в принципе, сделано, но опять же, надо знать, какие ссылки мы оформляем, подстрочные или затекстовые. Тогда мы будем смотреть только их, вот это ничего трогать не будем. В образцах то же самое. Все образцы на первичные, на повторные ссылки в конце ГОСТа, они разбиты тоже по видам. Внутритекстовые, подстрочные, затекстовые. Вот мы идем в эти образцы, посмотрели правила, посмотрели примеры, идем в конец, и вот они так же идут. Опять же, надо знать, какие ссылки мы делаем. Без этого у нас не получится. Ну и вот ГОСТы, два вот этих ГОСТа, о которых Иван у нас написал, и ГОСТ по библиографической записи описания для оформления списка источников. Мы пользуемся вот этим вот сочетанием. Для ссылок вот этот ГОСТ и 2008 по ссылкам. То есть он не вместо, вот эти два ГОСТа, они скорее вместо вот этого. Да, вот так. Как раз по ссылкам на электронные документы. Этот ГОСТ с 1 июня прошлого года у нас действует на территории Российской Федерации. Стандарт национальный, есть буковка Р. Вот здесь у меня буковка Р, по-моему, куда-то у нас убежала, да? Так, сейчас мы ее исправим. Убежала, убежала. Вот она, буковка Р, стандарт национальный. Для кого? Для специалистов, для авторов научных публикаций, для издателей, редакторов и лиц, занимающихся библиографированием. Вот эта фраза, кстати, в новых ГОСТах стала появляться все чаще. Не только для научно-организаций, занимающихся научно-технической информацией, не только для библиотек, не только для библиографирующих организаций, издательств, книготорговых и так далее. Но еще добавляется строчка. Для лиц, занимающихся библиографированием. Для библиографирующих лиц. Значит, мы сюда, составляя список источников, даже студенты, мы попадаем под это понятие. Значит, мы можем пользоваться этим ГОСТом. Уже вполне на законных основаниях. Ну и возвращаясь к нашему ГОСТу 108.22. Смотрите, его структура. Нормативные ссылки, термины, определения. Первые три, как положено. Общее положение тоже. Общие правила. И дальше идет разделение на общие правила составления библиографических ссылок, на электронные документы и особенности на отдельные виды электронных документов. Все, никакого тут разделения нет. На какие виды электронных, это все внутри. Поэтому, если вы работаете с этим ГОСТом, если вы даете отсылки к этому ГОСТу нашим небиблиографам, пожалуйста, посмотрите на каких страницах, какие виды электронных документов сделайте такой навигатор. Вот его здесь нет. А им он необходим. Потому что, а у меня аудиокнига. А где я ее здесь буду искать? Надо перелопачить. Ну, хотя бы вот здесь написать. Или записи видеолекции. А где? Общее положение просылки вообще. Общие правила на электронные документы и особенности. Вот три библиографии. Ну, всего там чуть-чуть. Два или три источника. Ничего не заметили странного. В этом ГОСТе нет того, к чему мы привыкаем. А сейчас я посмотрю в образцах. В конце приложений нет. Нет общего списка образцов. Как в ссылках, как в библиографическом описании. Они есть. Примеры есть. Но они размазаны по вот этим трем пунктам. Общих положений, правилов составлений и отдельных видов электронных документов. Они там внутри прошибы. Так что полистать здесь придется. Ну и не очень удобно было. Хотя мне попадались образцы. Уже более немножко так выправлена структура. Но у меня вот, например, мы когда начинали работать, вот такое издание было. Не очень понятно. Оформление не очень понятно. Видите, примеры выделены. Мы привыкли, что таким образом курсивом и жирным выделяются заголовки. То есть дальше пошло что-то новое. А нет, это оказывается и воспринимаем мы как новый параграф или подраздел. А это просто дополнение к предыдущему пункту. То есть вот эти образцы, они относятся вот к пункту 5.3.2, который находится вот он, вот здесь. А вот эти образцы относятся вот к этому пункту. И когда начинаешь работать с этим гостом, начинаешь немножко избиваться в структуре. И дальше идет новый пункт. Видите, он никак от образцов не отделен. И такое ощущение, что это все вот про примеры обозначения видов электронных документов. Вот оно идет. Но вот эти примеры относятся вот к этому пункту. А вот это уже следующий пункт. А вот это следующий, там тоже будет написано. Примеры, которые относятся к нему. Вот такая немножко непонятная вещь. Не знаю, может быть, сейчас новые издания какие-то вышли, и там как-то более понятно выстроено. Но вот у нас вот такой вот гост был. Требует немножко настроиться на него. Ну и да, нужно проверять примеры, которые приведены в этом новом госте, прежде чем отсылать к ним наших небиблиографов. Потому что есть вопросы, которые сходу, во-первых, не понять, требуется разъяснение к тем или иным примерам. И в некоторых местах, наверное, у нас был по этому госту тоже отдельный вебинар. И вот там коллеги с вами тоже смотрели, что не всегда понятно написано. Может быть, даже какие-то ошибки, опечатки, они в любых гостах, кстати, тоже присутствуют. Поэтому тоже надо перепроверять, смотреть. Ну, человеческий фактор был, есть и будет, наверное. Поэтому нужно очень внимательно к этому относиться. И просто сюда послать. Там было несколько моментов, когда у меня, например, возникал вопрос. Пример приведен на слайд, а там видеоролик. Так, слайды или видеоролики. Не совсем такие понятные вещи, которые требуют пояснения, либо нужно привести другой пример. Тогда не посылать человека в гост, а методички прописать. Ну и, наконец, гост по заголовкам в статусе отмененного 2000 года. Мы с вами говорили, сейчас смотрим потихонечку, изучаем 2023 года с 1 августа, который вошел в действие. Но, по первой, совместно, резких движений пока не делаем. Постепенно будем заменять один на другой, так же, как с гостом 2018 года. По структуре, если посмотреть, то пока все на месте. Что в одном, что в другом госте, структура осталась той же самой. Заголовки по видам, общее положение про заголовок. Ну и дальше мы уже будем смотреть, сравнивая содержание, что там изменилось. Ну и, соответственно, вносить уже поправки. Вот здесь добавились слова про точки доступа, которые не библиографов пугают сразу. Поэтому надо подумать, как им объяснять тот или иной пункт, нужно ли все варианты приводить, или достаточно методически указать один вариант, чтобы не путать. И нужно ли говорить про точки доступа им. Соответственно, есть у нас еще один полезный ресурс. Российские правила каталогизации. 2007 года уже давно многое поменялось в этой жизни. Поэтому я вам показываю только одну вещь, которая может быть полезной. В первой части российских правил каталогизации, часть первая, там все ориентировано на старый ГОСТ. Поэтому, 2018-го еще не было. Поэтому, но есть очень полезные моменты, связанные с заголовками. Раздел четвертый, правила формирования с головкой библиографической записи. Если мы сталкиваемся с какими-то нюансами, вот они здесь разобраны очень подробно. Идентифицирующие признаки, выбор формы имени лица, что делать с правителями, духовными лицами, различными народами, со всеми этими Д, Л, ФИЦ, О и прочие частицы, и предлоги, и много-много чего еще есть. Вот здесь можно посмотреть, в части заголовка. Все остальное меняется, очень сильно меняется. Но вот такие нюансы здесь мы видеть с вами можем. Поэтому только четвертый раздел, но опять же, не отдельно, а в сочетании с ГОСТом. Особенно с новыми. Смотрим, если есть что-то дополнительное. По диссертациям авторефератом. Еще один полезный ГОСТ, который скорее пригождается и востребован нашими аспирантами, иногда магистрантами. И по этому ГОСТу, тоже пару слов скажем, устанавливает он общие требования к оформлению кандидатских и докторских диссертаций авторефератов по всем отраслям знаний. И он в основном предназначен для работающих над диссертационными исследованиями. А также, как написано в самом ГОСТе, для применения органами научно-технической информации, библиотеками, издательствами и издающими организациями. Ну, здесь в этом ГОСТе все. От ширины полей до шрифтов, оформления отдельных элементов, структуры и так далее. Но есть моменты, которые касаются непосредственно нас. Пункт 5.3.8. Библиографические ссылки. Примеры оформления ссылок приведены в приложении, указан номер приложения. Там все три вида ссылок в кратких примерах в этом ГОСТе. И указано в тексте диссертации ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5. Р.7.0.5. Все. Вот вам весь пункт про оформление библиографических ссылок в соответствии с ГОСТом Р.7.0.11.2011 диссертации автореферрат диссертации. А весь пункт по библиографическим ссылкам гласит СМЭ ГОСТ Р.7.0.5. Все. Ну, примеры какие-то приведены, краткие. Значит, нам к этому ГОСТу мы будем весь текст оформлять по нему, а вот ссылки нам придется еще в 2008 год этот ГОСТ взять. А электронные документы еще и 22-й. Вот вам набор уже сформирован для диссертации. Оформление списка литературы. Пункт 5.6. Он чуть-чуть побольше. Но в основном все эти подразделы 5.6.1, 2, 5.6.3, 5.6.4. Про группировку. В каком формате, какие есть способы группировки списка источников и как они выглядят, ну и соответственно. Алфавитное, систематическое, хронологическое, еще что-то. Вопрос. Когда наш аспирант приходит к научным руководителям и говорит, а мне какой список делается? Алфавитное, систематическое, хронологическое? Алфавитное, хронологическое, алфавитное, систематическое? Какой? Он говорит, иди смотри в ГОСТе, там все написано. Написано про все способы. А ему конкретно, вы ему что советуете? Ничего? Товарищи дорогие, а методичка-то у вас есть? А там написано? Если написано, это вопрос уже к аспиранту. Методичку-то читал, дорогой товарищ. Если нет, вопрос к вам. Почему? Во всех ГОСТах есть варианты. Можете так сделать, а можете так сделать. В некоторых пунктах они встречаются. А можете еще вот так. Описание отдельного тонного многотонного издания. А можете под общим заглавием, а можете под частным, если у него есть частное заглавие. А можете так, можете так. А мне как делать? Ну, один способ. Выберите ему, покажите. Можно показать, может встретить и так, и так, и так. Ну, мы делаем вот так. Дайте ему шаблон. Пусть и вы. То же самое и здесь. Варианты есть, но это должно быть прописано где-то в рекомендациях или в требованиях, помимо самого ГОСТа. Примеры оформления библиографических записей и документов, опять же, в этом ГОСТе, авторефератам и диссертациям. Приведены тоже приложения Б после ссылок тоже, по-моему, приложения Б. Там они тоже приведены небольшим списочком. И опять же, библиографические записи в списке литературы оформляет согласно ГОСТ 7.1. Вместо 7.1 у нас уже R7.0.100.2018. И все. Со всеми вопросами вот вам еще один ГОСТ. При оформлении диссертации вам нужен оформление текста, структура вот здесь, а уже дополнительные вещи это мы смотрим. Про ссылки, про описания, про электронные ресурсы. Заголовки нам тоже понадобятся. Все наши 4 ГОСТа, они сюда присоединились. И получается у аспиранта уже 5 ГОСТов. Справится ли он с ними всеми? Это на тему подумать над методическими рекомендациями. Еще один интересный ГОСТ, которому нашему аспиранту тоже придется залезть и посмотреть. 7.04.2020. Издание «Выходные сведения». Вот, да, в некоторых, Татьяна, совершенно верно, еще с диссоветами вообще беда. Многие требуют оформлять список литературы по старому ГОСТу 2003, хотя, вот я не понимаю, почему, честно скажу, я не понимаю логику. Некоторые по 2018. А некоторые, возьмите, вот кто защищался у нас, у них посмотрите, как сделано, и так же и сделайте. Или откройте любой научный журнал. Они по-разному оформляются. Да, совершенно верно, формально. И понимаете, они этим загружают работы аспиранта, абсолютно ненужной. Да, я люблю библиографию, но в этом случае я... Коллеги, в измущении нет предела. Это абсолютно ненужная работа для человека, готовящего научное исследование, проводящего эти научные исследования. Он должен найти литературу, она везде идет уже по новым ГОСТам, во всех каталогах, во всех ЭБС, а потом трансформировать ее под ГОСТ 2003. Окей, хорошо, если вы находитесь в Белоруссии, в других наших бывших республиках, где действует ГОСТ 2003, ну, понятно, здесь мы уже вынуждены будем с нового ГОСТа переводить на наш. Ну, это вынужденная мера. Но на территории Российской Федерации зачем? Просто кому-то не хочется переделывать методичку. Ну, так, коллеги, есть библиографы, обратитесь, вот, да, да, это уже вот, вот я, честно говоря, этого не понимаю. Ну, давай, так я думаю, библиограф тоже не откажется переделать эти требования и сделать хорошие, нормальные методички для аспирантов. Давайте одну сделаем для всех, с учетом всех новых ГОСТов, которые у нас появились. Ну, почему не? Да, ну, вот, вот пока, пока вот так приходится мучиться. А в некоторых диссоветах Татьяна уже по новому ГОСТу принимают оформление. А представляете, кто в магистратуре по новым ГОСТам делал все, да, по методическим требованиям, рекомендациям, а пришел в аспирантуру, не, давайте все опять по старому. Вот тяна. Да, в каждой избушке свои диссоветы. Ну, вот, что имеем, то имеем. Как с этим бороться, я, честно говоря, не знаю. Единственное, могу помочь, утешить, и вот чем могу, тем помогу. Ну, подумать, как это можно сделать. С наименьшими потерями сил и нервов, самое главное. Это можно сделать. Вот этот ГОСТ для аспирантов то же самое. он нам пригодится. Издание, выходные сведения. На что он распространяется? Ну, вот, часть здесь перечислена. Для чего этот ГОСТ? Автор, рефераты, диссертации. Видите, они сюда подпадают. Значит, требования, которые излагаются в этом ГОСТе, нужно смотреть, чтобы они, наши автор, рефераты, диссертации соответствовали этим требованиям. Вот этот ГОСТ скорее для авторов, для редакторов, для издательской деятельности и для авторов, которые пишут. Прямо вот досконально его знать нам не нужно, не являясь библиографами, но знать, что указано в ГОСТе и насколько ваше издательство подготовило макет с выходными данными оформление в соответствии с этим ГОСТом, проверить лишним не будет, чтобы все было правильно. Тем более, автор, рефераты, диссертации у нас сюда подпадают. Что есть полезного в этом ГОСТе? Давайте буквально пару слов про него скажем. Это стандарт, в котором изложены требования к составу выходных сведений любых печатных изданий, периодических, продолжающихся, непериодических, комбинированных, комплектных ресурсов к оформлению выходных сведений, порядок расположения на элементах издания. То есть, где в книге это должно быть. Поэтому вы можете. Да, он предназначен для издателей, для книготорговых, полиграфических предприятий. Но когда вы свою рукопись отдаете в издательство или в полиграфическую компанию, макет согласовываете, всегда не отказывайтесь от согласовывания макетов и проверяйте. Хотя бы посмотреть, все ли указано. Так ли, как должно быть. Для авторефератов и диссертаций нормативных изданий стандарт устанавливает требования в части вот этих самых выпускных данных. И есть в этом госте пункт 3.1, который гласит сейчас вам напишу вот кто диссертациями. Смотрите потом этот пункт. Выходные сведения. Что это такое? Это комплекс элементов, характеризующих издания, предназначенных для оформления и идентификации, информирования потребителей, библиографической обработки и статистического учета. Определение понятия вот в пункте 3.1 и дальше посмотрите, что для авторефератов в нем должно быть. Выходные сведения, структура, расположение, что должно быть на титуле, что на обороте, какие общие заглавия использовать, не рекомендуется, там приведены примеры в этом госте, про ИСБН, как, что, сколько, где должно быть для ИСБН и для периодических, непериодических, продолжающихся изданий. И восьмой раздел в этом госте посвящен комбинированным и комплектным ресурсам. Это особая разновидность многочастных ресурсов. Книжка и CD-диск, например. Вот как они должны быть оформлены, выходные данные на эти издания. Поэтому, когда готовите свой автореферат, в этот гост тоже посмотрите. Это уже, я так чувствую, у нас тут аспиранты или соискатели докторанты присутствуют. Вот посмотрите. Чтобы все было как положено. Анотация и реферат, про него мы уже говорили. Полезный гост. Я вам здесь расписала примерно, где чего находится. Про аннотации очень мало. Шестой раздел, вообще буквально один абзац. Но есть пункт 329, где приведено определение, что такое библиографическая аннотация и из чего она состоит. То есть на какие вопросы она должна ответить. И это вот как раз то, что должно прозвучать в аннотации. Фактически те вопросы, ответы на которые эту аннотацию составляют. Вот эти элементы обязательно в ней должны быть. Пункт 329. А дальше самое интересное. Приложение. Общая методика реферирования и аннотирования. Этапы. Что делаем на каждом этапе? Кто проверяет? Как проверяет? Прям подробно, подробно расписано. И следующая классная вещь. Приложения ДА и ДБ. Примеры рефератов и аннотации. Примеры приведены прям по видам этих рефератов. Прямо находим какой и смотрим пример. И приложение ДБ. примеры библиографических записей содержащих реферат и аннотацию. То есть если вас просят сделать аннотацию наоборот титульного листа для своей книги например вы можете обязательно открывать этот ГОСТ смотрите пункт 329 что там должно быть написано по каким пунктам и приложение все что касается аннотирования методики посмотрели конечно мы будем делать начиная с примеров ДБ вот это смотрите обязательно библиографическая запись содержащих реферат и аннотацию как это будет выглядеть но и самое главное правильно определите у вас будет пояснительная или рекомендательная пояснительная или описательная аннотация ну если мы напишем для учебника по бухгалтерии что это увлекательное путешествие в таинственный мир отчетов сводок и докладов который поразит вас своей эмоциональностью наверное это не очень правильно хотя может быть я не знаю привлечет читателей но у каждого вида изданий есть свой вид аннотации соответствую есть классификация поэтому внимательно нужно посмотреть в примерах посмотреть в пунктах этого ГОСТа и выбрать именно то что под ваше издание подходит на чем если не попадем то и книжку мало читать будут для статей тоже можно посмотреть здесь много интересных вещей кстати о статьях есть еще один ГОСТ который может быть полезен статьи в журналах и сборниках издательское оформление но вот здесь внимание он полезен в первую очередь это издательское оформление статьи для издателей для редакторов для научных журналов вот для них этот ГОСТ не распространяется на непериодические сборники сборники материалов тезисов конференций и так далее важные разделы четвертые пункты 4.1 4.1.1 и 4.14.15 это так для изучения ознакомления с этим ГОСТом что должно быть как оформляется библиография для статей но имеем ввиду что он нацелен не на авторов он нацелен на издателей на основании вот этих положений уже работники редакции изданий научных журналов они пишут свои методические рекомендации по оформлению статей для авторов они не берут с потолка это вырастает вот отсюда вот из этого ГОСТа поэтому он скорее для редакторов издателей вот туда для чтобы они написали правильно свои методические рекомендации но для нас это полезно тем что мы можем здесь найти ответы на вопросы вот в этих вот эти пункты для нас все остальное это не для нас не для просто авторов но вот здесь могут содержаться полезные вещи которые нам подскажут ну и в соотнесении конечно же с теми требованиями которые на сайте или в самом журнале мы увидели вот в пункте 4.1 здесь как раз про аннотации про заглавие статьи перечень затекстовых библиографических ссылок как элементы издательского оформления вот они как раз в этом пункте перечисляются и дополнительно в пункте 4.1.1 такая ремарочка дается что может быть могут быть приведены библиографические записи на статью для дальнейшего цитирования имеется ввиду на собственную статью то есть мы не только ссылку на нее оформляем но и на собственную статью можем провести как цитировать в виде библиографической записи но опять же не обязательно элемент может быть и вот дальнейшие пункты 4.14.4.15 это про перечень затекстовых ссылок куда его помещать затекстовые ссылки значит ГОСТ 2008 ну и 22 если у нас на электронные ресурсы какие названия кстати названия вот в этом же ГОСТе прописано в этом же пункте 4.14 что использование названий библиография или библиографический список не рекомендуется для затекстовых ссылок после статьи когда мы оформляем ссылки слова должны быть другие списки источников кстати это в ГОСТе указано а вот название библиографии библиографический список не рекомендуется они избивают с толка это совершенно другой библиографический ресурс это то что не ссылка это то что по ГОСТу 2018 видите вот этот момент он даже в ГОСТе обозначил что включается в перечень затекстовых библиографических ссылок по какому ГОСТу они составляются и там же в этом ГОСТе написано 7 R 705 наш ГОСТ 2008 года как оформляются отсылки и опять идет к этому ГОСТу по ссылкам апелляция гиперссылка 4143 библиографические записи в перечне затекстовых библиографических ссылок используются или нет как нумеруются как располагаются вот это все здесь указывается и что такое библиографический пристатейный библиографический список вот оказывается это вот тот самый библиографический ресурс который помещается после затекстовых ссылок с предшествующими словами библиографический список вот где мы с таким сталкивались чтобы с нас два списка в журналах просили да нет мы чаще всего оформляем ссылки но если вдруг сталкиваетесь это не прихоть редактора это поговорено в гости в каком вот в этих пунктах можете посмотреть ну и дальше все нюансы как это оформляется здесь изложены чисто по по такому оформлению да не библиографическому а уже все правила отсылки к знакомым нам уже гостам по записи и ссылкам ну вот такая история с гостами еще вспомним коллеги самое главное танцуем от источника два вопроса два ответа мы должны на два вопроса получить что делаем список литературы или ссылок список источников оформляем или ссылки вот в данный конкрет момент времени что мы делаем что я сейчас делаю если я делаю ссылки я смотрю вот этот гост и дополнительно по заголовкам я тут новый написала но старый пока здесь пока мы новый выучим хорошо пусть будет старый постепенно заменяем и вот по электронным ресурсам вот мой комплект вот с чем я работаю когда оформляю ссылки вот они основные госты на которые везде идут отсылки если я сейчас занимаюсь списком литературы списком источником библиографии первое главное я смотрю гост р70100 2018 или 2003 несчастные аспиранты это вот сюда к сожалению но вот так и тогда нам придется с вами соотносить с гостом 2018 переделывать новые описания на старый лад потому что детсовет так хочет что делать и заголовок и электронные ресурсы они у нас тоже присутствуют вот к этим по необходимости обращаемся а вот это являются основные госты вот уже ответ на вопрос что я сейчас делаю поэтому делать одновременно оформлять ссылки и список источников мне рекомендуется лучше начинать со списка литературы когда у вас готовы описания из них в соответствии с этим гостом ссылки сделать легче местами бывает просто отрезали лишнее ссылочка готова вот если статьи готовим вот это нас могут не спрашивать но будут спрашивать оформление ссылок по этому госту тогда вот он наш комплект и второй вопрос на который мы обязательно должны найти ответ а что за источник у нас в руках вот такая запутанная схема много-много стрелочек но они немножко отличаются эти более оранжевый и эти более желтый первый ответ на вопрос мы делаем описание на ресурс целиком или на часть ресурса на весь сборник или на статью из сборника и в соответствии с этим а статья откуда из книги из сборника или части ресурса глава или параграф это книга это статья и сборник, это статья из журнала, это электронный ресурс, фрагмент видеозаписи доклада на онлайн-конференции. Тоже часть ресурса. Какого? Электронного. Ресурс целиком. Какой? Это книга, это сборник, это журнал, это электронный. Примерно. Список можно продолжить. Расширить и углубить. И исходя из этого, мы уже смотрим соответствующие разделы ГОСТа. Пункты по библиографической записи в зависимости от того, что мы делаем в список литературы или ссылки. Или вот наши электронные ресурсы. Вот два вопроса, ответы на которые мы должны обязательно дать. Сначала найти. А потом уже бежать в ГОСТа. И вот вам схема примерная. Такой алгоритм действий. Это самое-самое простое, самое примитивное. Но пока мы отвечаем, во-первых, мы успокаиваемся. Во-вторых, мы можем с вами вот таким образом немножко собраться, продумать и выбрать нужные ГОСТы. Ну вот, коллеги, такая история у нас с нашими ГОСТами. Есть еще дополнительные ГОСТы. Сейчас я посмотрю. Давайте я их вам просто на них останавливаться долго не будем. Про них мы много говорили, но они могут вам быть тоже на заметочку. Мы их можем с вами взять. Вот. Сокращение слов и словосочетания на русском языке. Если вдруг сталкиваемся, где это посмотреть? Сокращение слов и словосочетания на иностранных европейских языках. Для чего он? Вот. И будем знать, если сталкиваемся, где это, с чем сверяться. Упрощенная транслитерация русского языка письма латинским алфавитом. Ну и небольшие пояснения отсылки для методичек, кто занимается разработкой методических рекомендаций, но такие немножечко пожелания, что хорошо бы еще включить методические рекомендации. Ну вот эти по сокращениям, по транслитерации они нужны в основном для авторов, кто пишет статьи и требуется референсис. Либо вы работаете, у вас есть источники на иностранных языках, студенты вряд ли с этим сталкиваются, а инвестаренты, аспиранты особенно да. Ну вот эти по сокращениям и по транслитерации могут быть полезны. ГОСТы тоже имейте в виду, они существуют. Ну конечно всю СИБИТ мы с вами охватить просто реально не можем, поэтому на этом моменте мы с вами останавливаемся. Самое главное мы сегодня с вами посмотрели, какие ГОСТы нам необходимы. в первую очередь и на что ориентироваться, когда мы работаем со СИБИ. И все, в нашей группе животрепещущую тему мы с вами можем продолжить, там можно публиковать комментарии и посты по теме группы, так что ВЕЛКОМ приглашаю. А на сегодня всем удачи, всем счастливо, не расстраивайтесь, библиография это не страшно, и вместе мы с вами со всем справимся. Всем счастливо, всем удачи!